Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, независимо от всей Мадыдзе Шмидтс у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну начался Новый год, новый политический сезон. Если все-таки так вот оглядываться чуть-чуть назад, делать какие-то выводы, все-таки на вас взгляд, вот этот вот год в политике для вас лично, он все-таки был со знаком плюс или со знаком минус? Как вы сами оцениваете? Трудно оценить для себя, я считаю, для страны. Для страны, да. Для страны, в общем, в Латвии, я думаю, это, к сожалению, оказалось год с минусом. Я думаю, что, я не помню еще такие случаи, не исключая 1934 год, когда так бы низко оценивался бы Конституцией, законы в стране, как это делает эта нынешняя политическая элита или то, что мы называем коалицией. Да. Я не помню, когда еще раз был такой случай, что откровенно было бы переступлено через Конституцию и законы, принимая, например, не только этот вопрос, но, например, принимая бюджет 20-го года. Ясно, четко, все знали, в двух чтениях при дебатах было видно, что ясно, никто там ничего не доглядел, депутаты парламента переступили через свою клятву, которую они давали, и которые текст брали из Конституции и страны, что они будут в своих действиях, в своих решениях соблюдать законы и Конституции и страны. Если принимаешь бюджет, который противопоставлен закону, который ты принял некоторое время до этого, значит, ты, в принципе, ломал свою клятву. Это то, что произошло. Такого я не помню. Может быть, кто-то из-за непонятий когда-нибудь проголосовал не за свои уверенности, но тут было очень ясно, что те, которые принимали те голоса, которые отданы за этот бюджет, те депутаты решили, что конституция у них ниже, чем какие-то коалиции, фракции, партии и так далее. Такого я не помню. В 1934 году он так решил, что можно Конституции не соблюдать. Вообще парламент не нужен. Это конкретные люди и так далее. Парламент с этим не был согласен. Кстати, тот парламент, который не был согласен с депутатами, отсылались в лагерь в Лепове. И там провели до двух лет, пока были готовы подписаться, чтобы выйти от этого. Так что, ну, чтобы парламент, сам парламент, в суверенной стране, выбранный народом, решил, что Конституции можно и, сказать, можно действовать по-другому, такого, по-моему, не было. В этот год, этими различны от других годов политики. Да. Вот интересно, еще под занавес года тоже произошло такое беспрецедентное событие. Я пока не менее не помню, чтобы, к примеру, комиссия, ну, в частности, по госуправлению дела на самоуправлении, проголосовала, ну, по сути, против внесения законопроекта о пяти с половиной годах, ну, для самоуправления. И, фактически, закон специально написанный под ситуацию в Рижской Думе. Тем не менее, этот законопроект, как и в чем не бывало, рассматривался на пленарном заседании. Нам говорили, ну, ничего, если очень хочется, то, в принципе, можно. Ну, я действительно считаю, что то, что эта коалиция показывает, что, в принципе, демократии для нее не важны, что они могут захватить власть и властвовать, да. Ведь нет никакой разницы, захватил власть один человек или захватил 51 человек, да. Они захватили власть демократичным путем, надо признать. Большинство есть, все. Такое тоже в истории было, что демократическим путем захватывается власть, и государство идет в тоталитарном направлении. Я считаю, что мы сейчас идем, можем ли мне сегодня сказать, что Латвия независимое демократическое государство, где народ имеет власть, первые две строки нашей сатверсмой, я не уверен. Кстати, я сегодня уверен, я считаю, что это под ударом сейчас, да. И если парламент говорит, что может не поступать по закону, но сейчас вот нарушим этот закон, да. Они же не дали право жителям Латвии, ну так, выборно. Давайте вот каждому жителю Латвии дадим шанс, ну то есть возможность, один закон не исполнять. Ну, по личному выбору. Кто-то возьмет криминальный кодекс, ну, кто-то возьмет там по налогам. Да, что тебе не нравится, то и не исполняй. Да, ну, например, как правительство говорит, у нас там денег не хватило, что и вранье, кстати. Ивар Зарнич, например, это очень учетливо показал в прошлом четверге, в съемческом выступлении. Что деньги есть. Что, если бы мы исполнили все в законах, не только в этом по зарплатам медиков, но по всем остальным, если бы мы исполнили то, что в законах записано, это было бы примерно где-то 400 миллионов евро. А бюджет вырос на 700. Так что это вранье, что денег не было. Ну, например, ладно, скажем, не было, да. Но я же тоже могу сказать, ребята, я не буду исполнять закон по налогам, потому что у меня нету, ну, столько денег, я там должен дочь отправить учиться, например. Ну, не хватает, не хватает. Ну, не хватает, да. Ну, да, ну, давайте, вот вы могли один закон переступить, давайте я тоже. Ну, так, может, надо вот такую же систему вести, что каждый гражданин не имеет, если правительство не исполняет закон, значит, или парламент, значит, каждый мы имеем право не исполнять. Как-то не так, правильно? Попробую не исполнить. Попробую, да. Мы видим, что после этого произойдет. Так что ситуация, я считаю, довольно, ну, довольно очень серьезная. Я не хочу ее и там... Доматизировать, да? Да, доматизировать, но просто, ну, просто, я думаю, тем... Я думаю, что очень изменилась политическая арена. В смысле, в том, очень быстро будет меняться в будущем. Я думаю, что те, которые там красные линии, кто-то рисовал в свое время, да, они полностью изменились, изменяются сейчас. Я думаю, те линии, по которым в будущем что-то будет тут политически делиться, это будут те партии, которые считают, что Конституция должна соблюдаться, а те, которые считают, что ее можно переступить. Я думаю, такой, вот такая, вот такое дело, туда дело пойдут, да, в линейском будущем. В принципе, уже сейчас, да. А как же вот вся эта бескомпромиссная законность, которая была провозглашена, в частности, господином Борденцем? Потому что, когда ты говоришь законность, ну, это как будто все, ну, в принципе, понимают. Ну, так что они имеют в виду что-то специальное, да, то они вот представляют слово бескомпромиссное, но, которое, ну, это значит только то, что если тебе должен, ты должен особенно объяснять, что такое право и правовая ситуация, значит, ты не имеешь в виду поступать по правому принципу, да. Это называется бескомпромиссная, то есть, бескомпромиссная законность, но реальность – это незаконность. Потому что, если законность, что об этом говорить? Да, селективный подход к законам, вот что в тракторской это называется. Да. Вот в этом году что вы вообще ожидаете, есть ли у вас какие-то позитивные надежды? Я думаю, что в этом году будет, я вижу, слышу, что, кстати, Ян Сурбанович, это ему хорошо высказался в телевидении, в латвийском телевидении, насчет всех этих действий коалиции, он сказал, что примерно, я сейчас буду цитировать, что коалиция сделала чуть ли не возможное, она создала интерес жителей Латвии к политике. Я вижу, что интерес участвовать и защищать, кстати, демократические основы страны очень выросло, я думаю, что будет приплив людей в политику, может и какие-то новые политические силы возникнут или объединения, я думаю, это неизбежно, это, скажем так, воздух такой сейчас, да, это можно ощущать. Я знаю, что есть много людей, которые собираются и обсуждают, возможно, свои участия в политике, так что будет интересный год, ну, наверное, будет и досрочные выборы в Рижскую думу, да, который, конечно, будет очень, скажем, там будет политические баталии, да. Ну, я не знаю, в этом году ли удастся, но самое главное, если насчет интересов страны, смотрите, ну, я надеюсь, что, я бы пожелал, что в этом году, после всей этой политической резни и битвы, мы могли бы, ну, общество в целом сесть за стол и решать, как мы пойдем вперед, потому что явно мы уступаем, это не вопрос, там, мы уступаем, явно уже нашим балтийским соседям, Литве, Эстонии настолько, что, ну, не заметить это уже как-то, как-то пытаться это объективно объяснить уже, в принципе, невозможно, да, надо просто признать, что у нас есть глобальные проблемы развития страны, сядь за столом и решать, как их решать, потому что, и думаю, что явно ясно, что если мы хотим решать серьезно ситуацию в стране, мы должны найти серьезного премьера и создать серьезное правительство. То, что сейчас происходит, это какой-то театр симуляции, симуляции управления страны. Так что, я думаю, что год будет интересным, я думаю, и политическим будет интересным, и, да, Рижская дума, конечно, придаст этому острость. Да, тоже интересный процесс. Вот не могу вас не спросить про вашу бывшую партию КПВ ЛВ, вы, понятно, что сейчас со стороны на это все наблюдаете, за этим наблюдаете, на прошлой неделе стало известно, что из фракции исключенные Каменщий и Блумберг, на ваш взгляд, что дальше будет с этой партией? Кстати, это не моя бывшая партия, я до сих пор член этой партии, я только вышел из Саймской фракции. Это очень важное замечание, потому что многие действительно решили, что с выходом из фракции вы покидали и ряды КПВ ЛВ, то есть вы в партии и состоите, да? Нет, я состою до сих пор в партии. И Камич пока еще там, да? И Камич там, Камич выкинули из фракции, я когда в фракции решил, большинство фракций решило войти в это правительство. Вы сами ушли, да? Минда Лепеня, Карина Спруда и Алдос Гобзен, они ушли сами, да? Сейчас Камич и Блумбергса выкинули из фракции. Что будет дальше? Дальше будет конгресс партии в 8 феврале, где, я думаю, будет решаться, ну, так, большинство, если в общем плане взять, будет эта партия в будущем вообще игрок в политической арене или нет. Моя взгляд на таком, что какие-то шансы остаться политикой и что-то делать, тогда надо фундаментально менять то, что все, как это было сделано до сегодняшнего дня, в том числе свои отношения к этому правительству. То есть вы считаете по-прежнему, что все-таки тогда вхождение в это правительство под руководством Каринча было ошибкой, по-прежнему вы так считаете, да? Да, это было, ну, ну, это даже, ну, да, это катастрофальная ошибка, я считаю, что это ошибка даже, я считаю, что предательство тех, того, что мы обещали делать, да. Я тоже участвовал в предвыборной агитации и ехал по регионам, да, и я знаю, что я говорил, я помню, что другие говорили. Ну, если бы мы сказали в это время, что мы пойдем с вену в правительство и под их руководство, ну, никого из нас бы в этот парламент не выбрали бы, никого просто, да. И все остальное, ну, все, что мы обеспечили, что того, что совета коалиции не будет, что мы разделим реально исполнительную власть от парламента. Сократим количество министерств там. Ну, все остальное, да, это все не сделано, можно, конечно, всегда сказать, что, ой, мы там не одни, мы не смогли. У нас нет 50 голосов, да. Ну, это как раз то, что мы обещали не делать, не говорить, что мы не смогли одни, извиняюсь, конечно, можно быть ситуацией, где ты не можешь все сделать, да, надо решать. Но если ты должен отказаться от своих принципов, мы не говорили, что тут, в принципе, все хорошо, только нас не хватало в политике, да, мы говорили, что довольно все неправильно, да, ну. А что получается, что автобус ехал не в ту сторону, ну, повернули ли мы его? Я думаю, нет, на газ надавили, на газ надавили, сейчас не только есть коалиционный совет, он принимает решения, которые вне Конституции, да. Так что, это, думаю, очевидно, что, как на это смотрит наш член партии, который еще остался, это в 8 февраля увидим, да. Если, если поворот конкретно на 180 градусов, в принципе, 180 градусов надо повернуть корабль, да. А не 360, а 180, да. 180, да. 360, это было бы слишком. Так что, если это, если партии, члены партии, которые еще члены на сегодняшний день готовы этого сделать, то я думаю, что все возможно, если нет, то потоп. Ну, вот те, кто как бы согласились войти в эту правящую коалицию, они ведь говорили, что в этом тоже есть определенная логика, они говорили, что, ну, вы понимаете, какие были альтернативы, если мы остаемся в оппозиции, мы не сможем сделать вообще ничего. Это вопрос, насколько ты смотришь политику вперед, если ты думаешь, что это 4 года, так как лучше провести 4 года, тогда, может, их неправильно, я так не смотрел никогда на политику. То есть, такой краткосрочный период, да? Да, если ты хочешь, ну, если ты должен для того, чтобы быть у власти, отказаться от всех своих принципов, всех своих обещаний, то ты у власти ничего не сделаешь, да. Если на данный момент большинство парламентов не такого, чтобы твои цели достичь, то быть в оппозиции это нормальное место, где находиться, если у тебя выбор отказаться от принципов или пойти к власти, да. Ну, я, по крайней мере, я так смотрел, и я так говорил, у нас такой разговор с выбирателем был, все задавали этот вопрос, а если вы откажете в меньшинстве, те принципы, которые вы сейчас говорите, невозможно будет сделать, потому что 51-то не получите и так далее. Я всегда отвечал, тогда мы будем в оппозиции, пока большинство общества выберет такой путь, ну, это не значит только за нас, да, ну, за партии, которые... Ну, за перемены, скажем так. Да, за перемены. Все это одобрили. На этот вопрос ответ был дан до выборов, и тогда мы получили второе число голосов в Латвийском парламенте. А вот это важное замечание, потому что я вот так вот сейчас на ходу пытался вспомнить, а что, какую инициативу КПВЛВ, какую-то важную для общества, находясь в коалиции, провело? Я не припомню ни одного, может быть, просто я не помню? Ну, мне тоже трудно. По крайней мере, из тех, которые мы в своей программе давали, ну... Я не вижу. Может быть, какие-то активности есть на уровне, не знаю, МВД, там пытается министр активно работать, да? Нет, нет, кстати, министр внутренних дел, а мне только позитивный взгляд на него, Александр Дердянцев, я считаю, что он как раз, если есть один министр, где не надо стыдиться, это он. Но, с другой стороны, кстати, по внутренним делам, мне особенно-то ничего и не обещали, да. Ну, у нас было много других, нам казалось, важнее дела, которые надо делать, чем хорошо руководить МВД, что, конечно, тоже важно, да, но это не было... Не найдете особо никаких пунктов в нашей программе, что мы обещали насчет системы внутренних дел, да. Ну, я считаю, что, по крайней мере, так как я публично это вижу, что Дердянцев в связи с должностью справляется хорошо, да. Это и все, что я могу сказать насчет действий КПВ. Дердянь Шмидт у нас в студии, буквально пару минут на рекламу, потом будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, еще раз добрый день, Дердянь Шмидт у нас в студии, депутат Сейма, у вас опыт работы и общественной работы, и предпринимательской деятельности. Если мы оценим предпринимательскую среду, в прошлом году, как мы знаем, правительство во главе с премьером провозгласило такой капитальный ремонт, как они сказали, финансового сектора. Это, по-моему, привело к тому, что почти 12 миллиардов евро из страны ушло. А что пришло? Вот какие, я пока не вижу какие-то идеи у правительства, может быть, вы заметили, которые бы могли, ну, как-то, не знаю, привлечь инвестиции, создать какое-то крупное производство. Ну, да, единственное, Real Baltic, да, вот, который за счет еврофондов, если он будет. И думаю, что, в общем, если нет того мышления, как в инвестиции, какие инвестиции нам нужны, как развивать экономику, это, первый пункт, это трудно, потом, ну, если у премьера нет такого видения и так далее, ну, то есть, если у лидера нет такого, то трудно каких-то членов правительства ждать. Но то, что происходит сейчас, ясно, что мы в очень серьезной ситуации, потому что банк, ну, то есть, банковский сектор, финансовый сектор, не исполняет ту роль, какая у него была нормально, нормально, ну, должна быть экономика. Да, ну, даже, даже вот частные граждане, ну, помнишь, ну, лет 10 назад, например, если там банк очень плохо начал как-то тебе не нравиться по бюрократической системе и так далее, скажут, сейчас пойду в другой байк. И они бегали, умоляли, говорили, ни в коем случае не уходите. А сейчас ты должен, в принципе, рад, что тебе еще есть конт, ну, что никто не закрыл. А если его открыли, так это вообще счастье, в принципе, да, да. Ну, нет, ну, реальность такая, мы можем сменяться, это очень серьезно, да, какие инвестиции тут, насчет чего мы можем обсуждать вопрос, если компания не уверена, что у нее откроет и потом не закроет сразу же конт. Я знаю много предпринимателей, переработчиков, например, пищевой правительственной промышленности, которые работают уже 30 более лет в Латвии, 30 лет, да, у которых вдруг банк просто закрывает конт из-за того, что у него был какой-то перевод с Узбекистаном, хотя он там печенье продавал, да, как продавал 25 лет назад, так сейчас продает. А знаете, вот там Узбекистан уже не нравится, да, не надо там ничего плохого сделать, просто вот не работаем с тем, который с Узбекистаном работает, и свободно закрываем конт, да. Так что тут очень сильный вопрос того, что вообще, возможно, стране при таком ситуации, я не доглядел, Эстония приняла этот закон или не приняла уже, ну, по крайней мере, туда они шли летом, я же помню, что, ну, там же такая ситуация. В принципе, параллельно с всеми этими скандалами, что они рассуждали принимать изменения права человека внести термин, что каждый человек и юридическое лицо, что важно, имеет право на банковский конт. Это право, что идея, по крайней мере, тогда была, что это волшение модерниз, который открывает у каждого конт, потому что сейчас мир, ну, явно идет тому, чтобы электронные пересчисления и карточки. Ну, виртуальные деньги. Да, да, виртуальные деньги, вообще-то кэш там что-то запрещают, но если человек не может открыть конт, как он может в этом мире прожить, да, в смысле, это не важно. Важный вопрос, действительно, жизнеобеспечения, потому что мы видим, мы понимаем, что, конечно, Ленбекс не самый бедный у нас в стране, да, но по большому счету, если сейчас выясняется, что у него были проблемы даже получить те платежи, связанные там с пенсией, ну, это же о чем-то говорит. И у меня создается такое ощущение печальное, да, что уже не ты для банка, как клиент, да, а по существу, ну, ты уже должен умалять банк, и ты всегда в таком положении, ну, по существу, уязвимом, потому что банк в любой момент может там закрыть счет, может заморозить средства, и ты бесплатный. Да, да, если ты, спросите у тебя, почему ты хочешь сейчас наличное видение столько денег, если ты, свои деньги, если ты не, ну, могут и не дать всю сумму, ну, извиняюсь, ну, как это, то есть, тут тоже вопрос свободы, личная свобода любого граждана, и, ну, как это, твои средства кто-то могут отнимать, закрывать, а где, никто должен даже доказывать твою вину где-то, и так далее. Это, я думаю, что мы очень далеко отошли от прав человека и прав, вообще демократический прав, свобод, да, за что мы боролись все, в мире, не только вопрос латвийский, наш вопрос, это вообще мировой вопрос. Ну, и в этом случае, что, когда ты видишь, что такая тенденция идет, я считаю, что, ну, где права каждого гражданина и юридической, и фирмы, и так далее, предприятий, кто-то их, ну, они под ударом, я считаю, что как раз в такой момент правительство должно защищать каждого вашего гражданина и его права. А мы видим, что закон принимается как раз, чтобы еще больше, скажем, надавить, да, и, ну, ладно, это уже другая дискуссия, но я думаю, что придется дойти нам до того, это позитивно, думаю, считаю, что придется начнуть дискуссию насчет государственного банка снова, да, которые эти права жителей, ну, может, не так эффективны, как коммерческий банк, но все-таки, если у тебя есть вопрос, что ты гражданин своей страны и уже не можешь открыть банковский контент, ну, значит, какое-то решение, какое-то решение должно прийти с государства, да, мы к этому доберемся, и очень быстро уже добираемся, да, просто, а пока никто не... Все создают проблемы, никто пока еще не думал, как их решать, да, это объективно такая ситуация, и при такой атмосфере думать, что у нас тут придет какие-то огромные инвестиции, новые и так далее, не придут, ну, ясно, что не придут, так что экономически тут никакого рая в следующих годах не будет, если мы там говорили, что у нас тут самый главный вопрос коррупции, почему нам не приходят предприятия, да, это был вопрос, ну, на сто раз меньше, чем вопрос, если у тебя не можно открыть банковский контент, просто уже никто не обсуждает другие варианты, потому что они не приходят сюда, да. Да, вот, конечно, мы знаем, что экономика связана и с политикой, и в том числе с внешней политикой, вот буквально скоро будут ежегодные внешнеполитические дебаты, Министерство странных дел уже подготовил отчет за прошлый год, ну, я так понимаю, там от традиции просто во всем винить восточного софеда, по-моему, так и наш МИД не отошел, я не хочу сказать, что на Востоке там все в порядке, я далек от такой мысли, да, но такое ощущение, что это вот главный объект, вот с кем нужно, вот откуда уходит угроза, исходит угроза, и все. То есть мы нашего крупного соседа на Востоке как партнера не рассматриваем, просто как противника. Такое создается ощущение, может быть, я не прав. Даже проблема не в том, я считаю, что проблема в том, что внешняя политика бывает у страны, которая считает себя независимой, ну, и у которой считают, что ее есть своя политика, да, если мы считаем, что такая не должна быть, то никакая внешняя политика особенно, возможно, невозможна, да, и у меня такое ощущение, что, ну, как-то мы находимся все равно, все время под таким, ну, не вижу, что за сто лет из-за того, под кем будет лучше, да, когда-то было под немцами или под русскими, шестерство под русскими или под американскими, да, в смысле независимая политика, вообще внешняя политика как такая, она спрашивает дипломатию, вообще, если у тебя есть потенциальные враги, их знать, но громко об этом не говорить, да, будет быть всегда готовым к худшему, но пока этот худший не пришло, работать и, так сказать, зарабатывать, отстаивать свои национальные интересы везде, да. Мы не можем повлиять на то, что происходит в любой стране, кроме нашей, да, из-за этого политика иностранных дел выходит из внутренней политики страны, да, у нас есть, то есть, чтобы вообще защищать свои национальные интересы, которые, в принципе, первый пункт, который, конечно, и политика должна осуществляться, надо их вообще-то наметить, да, что есть у нас то, что нам самые главные, которые есть наши самые главные национальные интересы, которые должны защищаться, как в стране, то и вне. И думаю, вот это надо начать, и с этим нам до сих пор, до сих пор большая проблема, да, потому что если бы наши национальные интересы были развивать экономику Латвии и повлечь сюда инвестиции, то наверняка те политики и партии, которые, например, едут в другие страны и призывают их внести кого-то из нашей страны в санкции, в том числе и порта, да, целый, наверное, были бы не в политике, да, ну, в смысле, это было бы преступлением через линию, которая точно не в интересах страны, да. Какой бы ни был там гражданин, наш гражданин, и что бы он ни сделал, ехать за помощью в иностранное государство, чтобы бороться внутриполитически с этим гражданином, да, это просто, ну, не то, что не в интересах латвийской страны, это, я считаю, что-то, наоборот, это придание своих интересов, да. Так что тут трудно говорить на счет внешней политики. Я думаю, что нас нету реально внешней политики, мы ее ассимулируем просто. Симуляции внешней политики. Да, вот полгода прошло, так вот время быстро бежит с момента избрания президента. Я думаю, наши радиослушатели помнят, что вы тоже составили конкуренцию избранному президенту господину Левицу. Вот как вы оцениваете действия президента здесь, когда вот опрашиваешь там политиков, у них двоякое мнение. С одной стороны, вроде бы довольно яркая личность и выступает красиво, с другой стороны, пока ему не удалось как бы выйти вот из тени правящей коалиции, он поддерживает там все идеи, начинание, инициативу, все подписывает. То есть пока не создалось такое ощущение, что он готов быть вот таким вот независимым президентом. Ну, с одной стороны, может быть, слишком рано уже оценивать должен, я думаю, что... Ну да, полгода еще, пока не срок, да. По крайней мере, год, ну, через год-два можно дать такую первую оценку, я считаю, что справедливо можно дать через год, да. Все-таки, я думаю, что, ну, как бы неопытен был бы человек в своей жизни, это тот дворец, это та, ну, то есть постановка дня, которая тебе сразу же на столе спрашивает какое-то время, чтобы привыкнуть, чтобы, ну, попасть в систему координации, да, с того поста. Поэтому, я думаю, год был бы справедлив, чтобы так реальную оценку дать. Но то, то вы уже наметили, да, что, я думаю, что это всем видно, что не хватает пока еще, я надеюсь, что это придет, своей, скажем так, своей оценкой, независимой оценкой процессов в стране, в том числе, в том числе, насчет напада на Конституцию со стороны коалиции, да. Все-таки это будет очень, ну, скажем так, важно и интересно смотреть, потому что в сравнении с другими президентами, господин Левец идет как раз с этой, ну, правовой, ну, как бывший судья Евросоюза, он идет как юрист, ну, который всегда защищает, ну, по крайней мере, в словах, защищал, защищал принципы Конституции, демократии и так далее. И как раз он попал на этом посту, его выбрали те люди, которые сейчас очень окровенно нарушают те принципы демократии и Конституции. Казалось бы, он бы тут мешаться, да? Ну, я думаю, что это очень большой такой, ну, и зайцы на им с латвицкой. Визов, да, для президента, ну, защищать ли коалицию или правовые принципы, да. И это как раз, ну, сейчас, в этом году, если сказать, что в этом году будет такой визов, то это будет коалиция versus президент, да. Сможет ли президент показать ту, ну, тот, стой, ну, то есть ту позицию, позицию, которую он говорит, ну, за которую его, кстати, и выбрали, да, потому что он всегда такой законность, демократия, там, Конституция и так далее, да. Вот теперь есть возможность. А сейчас есть возможность доказать, что это не были пустые слова, да. Да. Вот еще, может быть, такой момент, не могу вас не спросить, поскольку вы все-таки тоже рижанин, я так понимаю, да, вот вы, наверное, следите за ситуацией в Рижской Думе, даже не вдаваясь в подробности всех вот склок, которые там внутри, все-таки на ваш взгляд, вот, министерство, в частности, господин Пуце, должен был ли вообще выходить с инициативой вот о распуске Рижской Думы или дать возможность доработать этой Думе, ну, до 21-го года, там уже осталось чуть больше года, разные мнения есть, на счет счет. Одни говорят, что дело не в мусоре, они и так не могут эффективно работать, другие говорят, что все-таки это законно избранное самоуправление, и не нужно вот заменять вот волю людей, волю граждан вот таким вот решением. Вот вы к чему склоняетесь? Нет, ну, скажем так, я политически, несмотря на то, что как работает Рижская Дума, даже что не политически, но я тоже как рижанин, ну, не нравится мне, как это происходит, осуманно в последние годы, да. Что-то случилось, я не знаю, что-то случилось с Ушаковым, что-что случилось, ну, что-то случилось, да, как-то не справился, да, и сейчас они еще с Америкой уехали в Бруссель, ну, оставили за собой хаос вообще полный, я так это вижу, и... Политически пока не мере, да? Да, ну, по крайней мере, ну, там, ну, уже не понимать, кто там кого на пост ставит, кто кого уволяет, но это уже меняется тут раз в три дня, да, так что, конечно, с такой стороны бардак в Риге сейчас есть, и там ничего отнять и добавить, ну, какой бы ни был бардак, я знаю, тот же самый принцип демократии, да, если, ну, всем просто, всем ясно, что то предлог насчет мусоров, да, что там какая-то законность переступлена, поэтому отпускаем рыжку и думу, ну, понимаете, я думаю, что тем, которые следят за политикой, как минимум, ну, всем ясно, что это не основа, да. Мусор как раз в городе выбирается, да. Это как раз там, да, это как раз... Не та причина, да. Не та причина, да, если бы там, не знаю, ну, нету юридической основы этого делать, поэтому я против, что такие политические шаги делаются, еще там на шесть лет поступим рыжкой, ну, выберем рыжкой думы и так далее. Кстати, и там еще один момент, нам сейчас идет административная территориальная реформа, правильно? Да, еще один процесс очень интересный. И если кто сказал, что по ходу этого процесса что-то не изменится в рубежах Риги, логично было, что что-то не изменилось, там есть, кстати, идеи насчет этого. Если сейчас, то реформы, мы принимем, ну, то есть выберем Ригу, а потом окажется, что Рига вообще-то в других рубежах, у нас шесть лет, это что такое будет? Об этом даже никто не подумал, задумывается, подожди, реформ идет, реформа быстро хотелось закончить, чтобы следующие выборы муниципалитетов прошли в новых рубежах и чтобы все было красиво. Да, в 21 году. Ну, в то же время, в самой большой муниципалитет страны мы делаем выборы до окончания реформы. Ну, бардак. И просто смешно, извините, я, может, Рига нарушала законы где-то, которые не доглядели, ну, если сейчас использовать какой-то другой мусорный вопрос. Я думаю, что если искали, нашли бы, где не нарушили реальный закон. Но когда это мне говорит правительство, которое само нарушило Конституции, законы, принимая бюджет 20-го года. И Дума там что-то плохо себя ведет. Да, и поэтому юридически мы отправим Думу домой. Ребята, сначала отправьте себя, ну, поучиться на выборы, а потом уже учите других. Вот это очень хорошая ремарка, как раз хотел вас так вот под занавес эфира спросить. Все-таки на ваш взгляд, почему так случилось, что сначала граждане Латвии очень активно подписывались за распуск Сейма, но сейчас как-то этот процесс очень сильно затормозился. Там, по-моему, 44 тысячи собрано, ну и пока все. Я думаю, что это нормальный процесс. Это год они будут собираться. Я думаю, это такой кипяток, который будет... Там в конце процесса уже забудут, из-за чего он начался. Так бывает, да. За год, да. Там еще много интересных законопроектов, которых принимать. То есть, в принципе, еще граждане Латвии могут... Я знаю, что очень много людей, которые хотели бы пойти подписаться. Подождим. Подождем. Ну, 45 есть? А, пока меня еще не надо, да? Так что, я думаю, что... Время-то много еще. Да, я думаю, что процесс там только-только-только пойдет. И это хорошо. Это, по крайней мере, я думаю, первый испуг был. Был. А сейчас они снова подумают, что, а, все, нормально, посмотрим дальше. Ну, ясно, что если мы хотим перемены, то никто другой, как житель Латвии, их и не достигнут. Еще, я думаю, что она... Что можно серьезно повлиять на то, чтобы это быстро собралось. Это, конечно, люди ждут. Есть те, которые говорят, что эту клицию надо наказывать, несмотря на то, что будет в будущем. Все-таки наказать за преступление закона и так далее. Есть такие, которые уже подписались. И есть такие, которые... Ну, все-таки... Ну, ладно, этих отпустим, и что дальше? Как будет у альтернативы, что дальше? Подпись наберется очень быстро. Это, кстати, очень правильное замечание, потому что мы помним, что когда был знаменитый указ Заттлерса номер два, избрали новый парламент, выяснилось, что особой разницы между предыдущим и новым нет. Особой разницы принципиальной. Вы, наверное, правы. Если люди пока не видят альтернативы, они говорят, ну, хорошо, но вот мы, допустим, проголосуем и, допустим, предположим, все им распустят. А что дальше? Все те же самые и придут. То есть, пока нет альтернативы, да, наверное, и нет такой активности. Я вижу, что альтернатива создается, я вижу, что, ну, интеллектуально... Если это было прошлое, вибра 13-го семья, они были такие, ну... Ну, даже с какой-то степень популизма. Политические, ну, такое немножко хулиганство, ну, протест с элементами хулиганства, да. Есть такое, да. Да, следующее, я думаю, желание, то есть, протест будет, но он уже будет в интеллектуальной сфере. В смысле, протест уже с планом, что делать дальше. Не просто плохо, что сейчас, а что конкретным изменим. Я вижу, это большой потенциал, я слышу, я вижу, что творится в обществе. Я думаю, что интеллектуальные, скажем так, среды, вдруг, как-то, у них прояснилось, что надо им участвовать в политике. Ну, это, в принципе, было бы правильно, потому что создается такое ощущение, что очень много людей, которые действительно, ну, есть знание, опыт и успешная карьера, они как раз вот боятся идти во власть. Во-первых, потому что власть крайне непопулярна в народе, никто не хочет, чтобы тебе показывали пальцем и говорили, о, депутат, ну, с такой негативной оценкой, да. А с другой стороны, действительно, так все зарегулировано, что фактически, ну, уже совмещать с предпринимательством в Латвии это невозможно, да. То есть, ты занимаешься политикой, ты должен, условно говоря, о бизнесе забыть, и это тоже очень много, скажем, таких успешных людей, наверное, сдерживает, да. Согласен, но не задели, в этот раз не задели очень важные слои общества, не задели медиков, не задели учителей, не задели и юристов, то есть, систему судов. Да, судов, да, судов, так что, а те люди, которые всегда стаивали, ну, все-таки, в конце концов, свою страну и принцип демократии, да, и принцип законности, да, они нарушили закон, не просто закон нарушили, или конституцию, знаешь, когда, я думаю, насчет этого, что там, если нарушение закона или конституции было за очень правое дело, ну, в смысле, политический проект, там еще люди, ну, так. Великая цель, да, если было. Да, ну, там еще, ну, быстрее, закон, действия принимались быстро, немножко в соответствии с конституцией, но дело хорошее. Хорошее, да. Они нарушили конституцию, не используя, не заплатя обещания в законе медикам, да, это небольшая цель, да, это не цель за, не знаю, будущее. Да, но прецедент создан нехороший. Да, и это, ну, все это делает одну сумму, да, где люди решают сойти в политику, да. Это правда, да. Дизель Шмидт у нас был в студии, депутат Сейма, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.